Стрельба из лука – вид спорта точно не для слабонервных. Когда спортсмен выходит на позицию, время будто замирает. В этот момент есть только мишень и прицел. В открытом чемпионате Брестской области по стрельбе из лука на призы лётчика-космонавта Петра Климука принимают участие спортсмены из разных уголков Белоруссии и России, а это более 130 участников. Многие из них уже имеют большой опыт в соревнованиях различного уровня. Например, белорусская Карина Козловская. Девушка в составе команды с Кариной Деминской и Анной Марусовой заняли четвёртое место в командном турнире Олимпийских игр в Токио. Стрельбе из лука я с 13-го года, то есть это приблизительно с 13 лет. И ну как-то нашла такое увлечение, и поначалу это было просто как коби. Но потом мне понравилась ему атмосфера, и всё, то есть и как-то я решила более усиленно этим заниматься. Прогресс, можно сказать, шёл постоянный, как вот можно сказать с самого начала. Уже в 14 я выполнила кандидата мастера спорта, в 16 мастера спорта, и в 18 уже получается международного уровня. Сосредоточенность, баланс и точность – те составляющие, без которых хороший выстрел не получится, делится с нами Наталья Третьяк. Девушка занимается стрельбой из лука 5 лет и уже успела достичь высоких результатов. Правда, как отмечает сама спортсменка, ещё есть к чему стремиться. Участвовала в двух чемпионатах Европы, и сейчас вот недавно вернулись в чемпионаты мира, ну там, среди молодёжи. Ну, заняли шестое место Микстом с Завадским Андреем, и личное девятое по дуэлям. Буду стремиться к ещё лучшему. Если не первое, значит это не конец, значит надо до конца, до победного. Но не только белорусские спортсмены боролись за звание лучшего лучника. В напряжённом соперничестве на международном турнире достаточно успешно проявляют себя и гости из России. Современным Робин Гудом можно назвать 16-летнего Бергена Алексеева из Якутии. Юноша с 8 лет в этом спорте, и это неспроста. Меня стрельбой из лука привёл мой отец, он сам тренер у нас в Лусе. Мама тоже тренер, и брат тоже тренер. У меня дедушка сам тоже основатель в Якутии. Я вот тоже приезжал сюда два года назад в Бресте, занял первое место. В прошлом году третий место занял на первенстве России, и по итогам вошёл в сборную России. Жаркая борьба за призовые места международного соревнования продолжается. Последний день турнира запланирован на 30 августа. По результатам этого рейтингового соперничества судьи отберут команду, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира по стрельбе из лука. Через три недели будет чемпионат мира после бейзлука, он будет в американском городе Янгтон. Поэтому эти соревнования, кроме всего прочего, являются отборочными для национальной команды. Ну, Берл-Руси, безусловно. Ну и для, я так понимаю, для гостей это, в общем-то, в некоторой степени какой-то там, скажем, знаковый турнир, чтобы определить готовность для соревнований. Ирина Левчук, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания МБУК-ТВ.